Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы до сих пор на нас еще не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, либо вакансии в компании, все это по ссылочкам, которые будут в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. Очень часто возникает ситуация на вторичном рынке, когда за одну и ту же сумму можно купить верх рынка предыдущей модели или низ рынка следующей. Настолько ли лучше новый кузов? Разбираемся на примере двух культовых паркетников Honda CR-V 3-го и 4-го поколений. Honda CR-V 3-го поколения появилась в 2007 году. Автомобиль выпускался до 2012-го. В 2010-м был рестайлинг, в ходе которого слегка поправили внешность и добавили для российских CR-V опцию в виде люка на комплектации экзекутив. На российском рынке у Honda CR-V 3-й генерации было всего два мотора и оба бензиновых. 2 литра на 150 лошадиных сил и 2,4 на 166 лошадиных сил. Коробки передач, 5-ступенчатый автомат, либо 6-ступенчатая механика для двухлитровых вариантов, а привод безальтернативно полный. Четвертое поколение появилось в 2012-м году, а выпускалось до 2018-го. Рестайлинг в 2015-м привнес изменения в главном. Теперь на моторах 2,4 вместо классического автомата появился вариатор. Гамма двигателей плюс-минус та же 2 литра на 150 лошадиных сил, 2,4 на 190 лошадей. По типу привода передний для младших моторов, либо полный. Сегодня в сравнении участвует Honda CR-V третьего поколения. Рестайлинг 2010-го года выпуска. 2 литра, 150 лошадей, автомат, полный привод. Родной пробег 140 тысяч километров. И 2013-й год. 2 литра, 150 лошадей, пробег 98 тысяч. Что касается габаритных размеров третьего кузова, здесь длина 4 метра 57 сантиметров. Ширина 1,82 метра. А высота 1,67 метра. Колесная база этого автомобиля 2,62. Радиус разворота 5,9 метра. Снаряженная масса 1530 килограмм. А максимально разрешенная полная масса 2,80 тонны. Интересно, что по своим габаритам следующий кузов практически не изменился. Здесь та же длина кузова 4 метра 57 и та же ширина 1,82 метра. Но машина стала на сантиметр выше. 1,68 метра. Сохранилась и колесная база в 2,62. Автомобиль прибавил в маневренности. Теперь радиус разворота сократился до 5,5 метров. А вот масса автомобиля выросла. Снаряженная 1560 и максимально разрешенная 2,1 тонны. Посмотрим, есть ли разница в плане толщины лакокрасочного покрытия между двумя поколениями. И то, и то собиралась в Великобритании. Поэтому разницы по стороне происхождения между ними не будет. Толщина лакокраски для старого кузова ЦРВ это от 90 до 120 микрон край. Что касается следующей генерации, то здесь разброс показаний толщиномера лежит в диапазоне от 66,70 до 95, максимум 100 микрон. Возможно, дело в полировке, а возможно, слой окраса стал действительно тоньше. Обзор внутреннего пространства автомобилей по традиции начнем с багажников. И первым пойдет более возрастной автомобиль. Каталожный объем багажника ЦРВ третьего поколения 442 литра. По умолчанию эти автомобили комплектовались шторкой и дополнительной полкой посередине, которая чаще всего остается где-то на антресоле у прошлого хозяина. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Здесь ширина проема багажника в средней части 107 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 93. Ширина багажника по наиболее узкому месту 104 сантиметра. А длина по полу от спинки задних сидений до заднего борта 96 сантиметров. Второй ряд у Хонды ЦРВ третьей генерации складывается на манер аутлендера. Кресла кувыркаются вперед и занимают вот такое положение. При этом они перекрывают проем между сидениями. Длина погрузочной площадки, которая в результате получится, будет составлять 148 сантиметров. Если же потребуется увезти какой-то очень длинный груз, можно сложить центральную секцию заднего сидения. И тогда вы увезете здесь нечто длиной до 2 метров 55. Что касается каких-то дополнительных удобств и интересностей в багажнике этого ЦРВ, здесь практически ничего нет, кроме плафона освещения сверху и небольшой ниши с ремешком, фиксирующим, например, канистру с маслом, либо банку с омывайкой. С левой стороны на боковой панели присутствует 12-ти вольтовая розетка, а под фальшполом скрывается штатный инструмент и запасное колесо в формате докатки. Каталожный объем более свежего кузова больше 589 литров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. И первое, что мы видим, проем багажника стал на сантиметр уже, 106. Высота от фальшпола до крыши практически без изменений 92. Ширина по узкой части 102. А вот длина погрузочной площадки не изменилась, 96 сантиметров. У более свежего кузова сидения складываются по-другому. На манер того, как это происходит в Toyota Corolla Fielder 140-го кузова. Сначала вперед кувыркается подушка, а затем в ровный пол уложатся спинки. Ну, почти в ровный. При этом в длину полезного пространства оказывается больше, метр шестьдесят. Ну, а максимально длинный груз, который здесь уедет, где-то 2,45. В отличие от предыдущего кузова, на четвертом поколении сидения складываются уже более привычным образом. Две трети к одной трети. Здесь больше нет центральной секции, поэтому уехать покататься на лыжах вчетвером здесь уже не получится. Что касается дополнительных фишек по багажнику. Здесь все тот же потолочный плафон, но теперь появились ручки, за которые вы можете сложить сидение, не оббегая автомобиль вокруг, прямо из багажника. По левой стороне у нас присутствует сетка для фиксации груза. Есть крючки, на которые можно подвесить пакеты. Справа 12-ти вольтовая розетка и небольшой ремешок для фиксации чего-то высокого. Тот же самый крючок. И под фальшполом в нашем случае скрывается такая же докатка. Что касается моторов, подробно останавливаться в этом выпуске мы не будем. На канале есть обзор и на третье, и на четвертое поколение, где мы разбираем этот вопрос более детально. Скажем только, что несмотря на похожие объемы и мощность, эти двигатели все-таки между собой отличаются. Так, под капотом двухлитровых CR-V третьей генерации стоит двигатель с индексом R20A2, а под капотом более современного R20A9. Модификация разная, хотя мощность одна, 150 лошадиных сил и практически похожая динамика. На автоматической коробке передач CR-V третьего поколения разгоняется до 100 км в час с двухлитровым мотором за 12,3 секунды. А четвертое поколение проделывает тот же Sprint 0-100 чуть помедленнее за 12,8. Двухлитровые моторы здесь простые. Один распредвал, нет гидрокомпенсаторов, цепь ГРМ, обычно распределенный впрыск, максимальная надежность. По моторам 2,4 различий побольше. Под капотом старой CR-V стоит K24Z4 мощностью 166 лошадиных сил, а под капотом более современной версии, в зависимости от того, рестайлинг или дорестайлинг, под капотом будет либо K24Z9, либо K24Z7. В любом случае, более современный мотор отличается от того, который стоял в третьем поколении своим внутренним содержимым. Там другая поршневая, другие распредвалы. Отсюда и большая мощность 190 лошадей против 166. В плане надежности оба мотора по-прежнему неплохи, но с поправкой на возраст и пробег обязательно диагностируйте при покупке такую машину на предмет отсутствия проблемы с критичным износом выпускного распредвала. Это довольно дорогой момент, на который можно нарваться при покупке CR-V. Что касается коробок передач, пятиступенчатых и там, и там в случае с автоматами, вопросов по их надежности нет. Эти трансмиссии спокойно выхаживают пробеги за 300 тысяч километров, если их нормально обслуживать и менять масло хотя бы раз в 60 тысяч. Что касается салонов, у Honda CR-V третьей генерации салон выглядит довольно аскетично и просто. Здесь везде жесткий пластик, это касается и приборной панели, и дверных карт. Но, по крайней мере, с возрастом он не начинает скрипеть. Что касается удобства посадки, при росте метра 86 за рулем этого автомобиля мне удалось подобрать нормальную для себя позу. Тканевые сидения в данном случае имеют ярко выраженную боковую поддержку на спинке и гораздо менее выраженную на самой подушке. У пассажира и водителя присутствуют откидные подлокотники, и это довольно удобная фишка интерьера. Рулевая колонка регулируется по вылету и по наклону. Диапазон в целом достаточный. А если отодвинуть максимально назад сидение, то вытянуть левую ногу в колене полностью у меня здесь не получится. Небольшой изгиб все же присутствует, но надо отдать должное. Для большинства водителей запас пространства здесь будет достаточен. И регулировок тоже. Разного рода кнопочек. В интерьере этого ЦРВ минимум. Стандартный блок управления стеклоподъемниками. Передние имеют авторежим. С левой стороны блок управления зеркалами. И кнопка включения-выключения системы стабилизации. Плюс ручной корректор фар. На рулевом колесе два блока клавиш. Слева то, что отвечает за магнитолу. С правой стороны круиз-контроль. Плюс клавиши управления меню бортовым компьютером. Вместо обычной аудиосистемы здесь занял планшетный компьютер на базе андроида. И это уже творчество. Никакими штатными мониторами подобные кузова не оснащались. Внизу блок управления климатом. Две удобные поворотные рукоятки регулировки температуры. Левая и правая зона. И клавиши, физические клавиши регулировки скорости вентилятора. Кнопки крупные и тактильно различимы. Также здесь присутствуют клавиши подогрева боковых зеркал, которые включаются вместе с подогревом заднего стекла. Классический селектор коробки передач на центральном тоннеле с прямой прорезью и курком блокировки. И клавиши подогрева в сидении на центральном тоннеле. Подрулевые переключатели на своих местах. Тянуться к ним не приходится. У них довольно короткие ходы и хорошая четкость включения. Приборная панель здесь очень лаконичная. Здесь два физических прибора. Это тахометр и спидометр. Они в двух равноправных колодцах. И по центру бортовой компьютер, на котором отображается температура двигателя и уровень топлива в виде электронных индикаторов. По части бардачков, подстаканников и прочих моментов есть довольно вместительный центральный бокс под сдвижной шторкой. Два подстаканника рядом с рычагом стояночного тормоза. 12-ти вольтовая розетка внизу. Пара маленьких полочек и сдвоенный бардачок. Верхний совсем маленький. Нижний также не поражает воображение объемом. Но под документы формата А4 пойдет вполне. Что касается обзорности, по этому параметру к ЦРВ третьей генерации очень сложно предъявить претензии. Да, здесь широкие передние стойки, но в остальном, в плане линии остекления, относительно видимого капота, низкой линии приборной панели и крупных боковых зеркал, которые вдобавок имеют и зону с преломлением, позволяющую вам лучше ориентироваться в потоке автомобилей, здесь вопросов нет. Традиционно для ЦРВ в очечнике на потолке прячется панорамное зеркало, в которое удобно наблюдать за маленькими детьми в детских креслах, если таковые есть среди ваших пассажиров. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. На втором ряду сидеть удобно. Сидение полностью плоское и по ширине соответствует нормам размещения трех человек. Здесь у нас практически нет тоннеля на полу, поэтому размещению среднего пассажира особо ничего не мешает. И есть место для ступней. Под передними сидениями. Слева удобная опора в виде подлокотника на дверной карте. Кстати, он обтянут тканью. И хваткая ручка для задних пассажиров. Опять же на дверной карте. Внизу подстаканник и очень маленький кармашек. Также из удобств откидной подлокотник с двумя подстаканниками посредине. Он большой ширины и очень сам по себе удобен. Здесь также есть регулировка спинки по углу наклона. При подобной регулировке это наиболее вертикальное положение. Над головой остается хороший запас. Напоминаю, рост 1,86 м. Максимально наклоненное назад положение спинки выглядит так. И при таком варианте ехать на дальние расстояния будет уже очень даже комфортно. Кстати, заднее сидение в меру мягкое. Ну а что касается расстояния до коленей, при моей собственной регулировке, колени с сидением даже не контактируют. Ну а на случай, если нужно освободить побольше места для багажа, заднее сидение этого ЦРВ имеет продольную регулировку. Что касается интерьера следующего четвертого поколения, то как минимум в плане материалов здесь особо ничего не поменялось. Пластик панели по-прежнему жесткий. То же самое относится и к дверным картам. Похожим остался и материал отделки сидений. Поясничный подпор здесь по ощущениям выражен меньше, чем на предыдущем кузове. Полностью переработана вся архитектура передней панели. Выглядит она крайне консервативно и просто. В плане посадки за рулем в этом автомобиле все плюс-минус в порядке. Единственный момент, который стоит отметить, если у вас связка ключей выглядит подобным образом, а ваш рост, как у меня, что-то около 1,86 м, скорее всего ключи будут вмешаться вашему колену, поскольку в данном месте панель достаточно сильно выступает в вашу сторону. При этом диапазон регулировок сидения стал чуть побольше, и теперь моя левая нога полностью выпрямлена в колени, при отодвинутом максимально назад кресле. Рулевая колонка здесь также регулируется. То же самое касается регулировки и по вылету, и по наклону, но диапазон стал побольше, чем был на предыдущем автомобиле. Чисто субъективно здесь меньше диаметр руля, и он удобнее лежит в руках. Что касается клавиш, кнопочек и так далее, здесь их стало побольше, в основном за счет рулевого колеса. Слева на двери стандартный блок стеклоподъемников, он никуда отсюда не пропал. Слева внизу на панели клавиша включения и выключения системы стабилизации, омывателя фар и парктроников, и все тот же ручной корректор фар. Подрулевые переключатели стали длиннее и тоньше, но по-прежнему остались на своих местах, и все так же переключаются с основательным усилием. Дизайн клавиш на руле здесь переработан, они стали удобнее в использовании. Левая сторона теперь у нас отвечает за бортовой компьютер и музыку, а также за телефон, подключенный к штатной системе по Bluetooth протоколу. Правая, круиз-контроль и бортовой компьютер. Мультимедийная система в данном случае у нас стоит стандартная, это обычный CD-чейнджер на 6 дисков. Практически не изменилось и панель управления климат-контролем. Все те же удобные поворотные ручки, ответственные за регулировку температуры, и ряд клавиш по низу. Регулировка оборотов вентилятора, переключение режимов обдува и включение-выключение подогрева зеркал и заднего стекла. Селектор коробки остался в том же месте, но слегка переработан в плане дизайна. Та же прямая прорезь, а под ним внизу клавиши включения-выключения подогрева в сидении, позаимствованные с предыдущего кузова. Если предыдущее третье поколение уже лишило вас возможности ходить с переднего сидения на заднее, ввиду наличия центрального пьедестала между креслами, но хотя бы давало возможность выйти водителю через пассажирскую дверь, и наоборот, в случае парковки, например, вплотную к стене, то у четвертого поколения такой возможности больше нет. Тоннель стал выше и замкнулся с низом центральной консоли. Что касается комбинации приборов, она в данном случае исхитряется сочетать в себе абсолютную простоту и замороченность два в одном. Как бы это не было парадоксально, она многоуровневая, но при этом все приборы здесь аналоговые. Крупная цифровка осталась, по сути, только на спидометре, который теперь занимает центральное место. Подсветка приборов полностью белая, ну а разметка и стрелки теперь куда утонченнее, чем были на предыдущем поколении. В целом пользоваться удобно. А также наверху центральной консоли добавился дисплей мультимедиа, на который в данном случае по умолчанию выводится картинка с камеры заднего вида, которая теперь на эти машины устанавливается. Что касается бардачков, подстаканников и мест для хранения, здесь центральный бокс стал гораздо меньше. Короче, если можно так выразиться, зато в нем появился USB разъем, еще одна 12-вольтовая розетка и AUX. На центральной консоли у нас теперь есть пепельница, которую можно вытащить и вытряхнуть, и два квадратной формы подстаканника, причем под не очень большие по диаметру стаканы. Бардачок теперь остался один-единственный, и по габаритам, скажем так, не прибавил относительно третьего кузова. Двухуровневые карманы на дверных картах, верхний кармашек совсем маленький по объему, в нижний можно положить уже чуть побольше мелочи и поставить бутылку с напитком. Но, что самое приятное, сохранилось зеркало для наблюдения за детьми сзади. Что касается обзорности в этом поколении, то по сравнению с третьим, кажется, она стала похуже. Чисто субъективно, здесь более узкая линия остекления, но при этом вы также видите края капота при некоторых регулировках, а передняя панель по-прежнему находится ниже линии лобового стекла. Боковые зеркала практически той же формы и также имеют зону с преломлением, так что маневрировать в потоке по-прежнему можно не опасаясь. Ну а теперь давайте проверим задний диван. Что касается заднего сидения четвертого ЦРВ, оно по-прежнему плоское, оно не стало ни мягче, ни жестче, тоннель на полу отсутствует и по-прежнему есть регулировка по углу наклона. Правда, чисто субъективно угол стал меньше. И вот это максимально отклоненное назад положение. Развалиться, как это можно было сделать в предыдущем кузове, здесь уже не получится. К услугам задних пассажиров широченный центральный подлокотник с двумя круглыми подстаканниками, а также ниши внизу дверных карт, куда можно поставить бутылку с напитком. Из удобств для задних пассажиров дефлекторы вентиляции и, пожалуй, все. При моей собственной регулировке при росте метр восемьдесят шесть места для коленей здесь остается побольше. И по-прежнему есть пространство, куда деть ступни под передним сидением. Запас пространства над головой есть, но чисто субъективно в более возрастном автомобиле сидеть сзади было удобнее. Ну а перед тем, как посмотреть на автомобили снизу на подъемнике, сравним дорожный просвет. По каталогу значение этого параметра для ЦРВ третьего поколения сто восемьдесят пять миллиметров. Вооружим серулеткой, проверим соответствие. Низшая точка в данном случае у нас находится под передним подрамником и расстояние от асфальта до него восемнадцать сантиметров. До брызговичка под передним бампером девятнадцать. До поддомкратника за передним колесом двадцать шесть сантиметров. Расстояние до поддомкратника в задней части порога двадцать шесть. А до заднего брызговика в данном случае двадцать восемь сантиметров. И это плюс-минус и есть нижний габарит в задней части автомобиля. Так что по части дорожного просвета, хотя и есть кроссоверы, где этот параметр побольше Хонда ЦРВ, в целом не легковушка. А как обстоят дела с дорожным просветом у более свежей машины? Кстати, по каталогу клиренс этого ЦРВ меньше сто семьдесят миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим. Под подрамником и, соответственно, под защитой моторного отсека у нас в данном случае всего пятнадцать сантиметров от асфальта. А передний бампер находится на расстоянии двадцать сантиметров своим нижним краем. До резинового брызговичка всего одиннадцать. Самой низкой точкой по средине автомобиля будет пятнадцать сантиметров под пластиковой защитой днища. При этом расстояние до порогов плюс-минус нормальное, двадцать пять сантиметров. А задний брызговик висит на расстоянии двадцать два сантиметра от асфальта. Так что по части проходимости этот кузов ЦРВ предыдущему явно уступит хотя бы в силу меньшего дорожного просвета, который здесь уже граничит с некоторыми высокими легковушками. Что касается ходовой части, то у Хонда ЦРВ третьей генерации передняя подвеска выполнена на стойках типа Мактресса. Нижний шаровый опор здесь отдельно от рычага. Можно поменять их в оригинале, не снимая весь рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости сверху на подрамнике. Он в целом в доступе. И втулки стабилизатора можно заменить без каких-либо проблем. Что касается рулевой рейки, то на этих автомобилях ее тип будет зависеть от двигателя. На двухлитровых вариантах, как в нашем случае рейка электрическая, на 2,4 будет классический гидроусилитель. В задней части автомобиля располагается пластиковый топливный бак, объем которого 58 литров. Полный привод на третьем поколении ЦРВ реализован через так называемую систему DPS Dual Pump System двух насосов. При появлении разницы скорости вращения между передней и задней осью, то бишь при пробуксовке, задняя ось подключается в работу очень и очень быстро. И по сути дела это еще практически механическая система. Задняя подвеска у Хонды ЦРВ это конструкция с поперечными рычагами. Ключевым моментом, который нужно осматривать при покупке подобного автомобиля, будет место крепления кузова большого продольного рычага. Там часто развивается коррозия, и если рычаг вырвет из крепления, последствия будут весьма плачевными. Что касается амортизаторов и пружин, здесь используются стойки. Тормоза вкруг дисковые, стояночный тормоз самый обычный механический. Что касается подвески, принципиальных отличий по архитектуре подвески передней между этими автомобилями нет. То же самое. Это Макферсон, это съемные шаровые опоры на рычагах и стабилизатор поперечной устойчивости, к креплениям которого все еще можно подобраться без демонтажа подрамника. Рулевая рейка на этом поколении будет уже электрической, а само днище автомобиля здесь, в отличие от предыдущего кузова, полностью закрыто пластиковой защитой. Претерпело изменения система полного привода. Теперь вместо классической системы на двух насосах используется обычная муфта, управлять которой вы по-прежнему никак не можете. Электроника все делает за вас. Сохранилась и концепция задней подвески. Два поперечных рычага и по одному большому продольному с каждой стороны. Здесь по-прежнему используются амортизационные стойки. Все это в сборе. Дисковые тормоза везде и обычный механический ручник. Вот таким получился наш сегодняшний сравнительный обзор. Выводы, какой вариант предпочесть более современный или более классический, делать только вам. Напоминаем, в нашем сравнении сегодня участвовала Honda CR-V в рестайлинге 2010 года выпуска и 2013 год до рестайл. Пробег синего автомобиля 140 тысяч километров, пробег коричневого 98. К моменту выхода в видео эти машины все еще могут находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Так что, если какой-то из этих экземпляров вас заинтересовал, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы. Телефон для связи указан внизу в описании. На нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните. Если у вас был один из таких автомобилей, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, тоже не стесняйтесь писать все это в комментариях людям, которые стоят перед выбором. Потратиться на новое поколение либо поискать сохранный экземпляр старого могут сделать окончательный выбор именно благодаря вашему опыту. Если обзор вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать, какие машины вы хотите видеть на нашем подъемнике в будущем. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!